Добрый вечер. Венеция – это город, который всегда изначально заботился о том, как он выглядит в своем образе. И, на самом деле, образ Венеции играл всегда большую роль в успехе и процветании Венеции, и с политической точки зрения тоже. Венеция – это город, который вы видите, Это ведутая, около 500 метров до земли. И он, мистерозный мистер, до сих пор, он был назван как пистолет, инцидент, ксидографу, особенно, Яково де Барбари. Самое знаменитое изображение Венеции, это то, которое сейчас перед вами, вы наверно все его знаете, это вид Венеции с высоты примерно 500 метров, и долгое время было неизвестно имя его автора, примерно 150 лет назад обнаружилось, что это изображение было создано таким художником, гравировщиком, большим специалистом боксилографии, Яково де Барбари. Это огромная изображение, около 2,5 метра, скульпирована в 6 блоки льда, которые сейчас находятся в Музео Correo в Венеции. Это огромная гравюра, примерно 2,5 метра длиной, которая была вырезана на 6 таких огромных деревянных панелях из грушевого дерева, которые сейчас хранятся в музее Correo в Венеции. Как вы можете видеть, год создания этого произведения, 1500, мы видим надписи об этом прямо под изображением бога морей, Нептуна. Я ошибаюсь. Меркурия, а в дуе море, Нептуна, это был лапсус. Да. Впрочем, бог там в торговле, в Меркурии, в то время как Нептуна, он у нас ниже, видите, вот он там со своим кофеом, на деревине, в нижней части гравюра. Венеции, две двенцы, защищенные, по-моему, на спецификах венезиана, на земле, на земле, на земле, на земле, и на земле, на земле, и на земле, на земле. Это два бога, покровители Венеции, потому что Венеция жила морем и торговлей. Эта изображение Венеции Венеция имела исключительно удачную судьбу, оно распространилось по всей Европе и его все знают. И вот с этого времени, говоря о Венеции, все всегда имеют в виду именно это изображение, к нему апеллируют. Это настолько удачливое и всем известное изображение, что мы решили вообще от него абстрагироваться, создавать свою выставку, потому что... Это построено исходя из другой точки зрения. И, чё, мы говорили, как они были видны с пластили, которые сделали в воде и мая поисли, находиваются именно на порте города, где вы видите на фигура Неттун, который руководит мастер. При создании выставки мы думали о том, каким видели город путешественники, приезжающие в Венецию, которые прибывали в Венецию с моря. Они входили в город ровно как раз со стороны венецианского порта, с того места, где мы видим восседающего на морском звере, Нептуна. Идите, за около 15 лет до конца до конца публикации на Пианте Де Барбари, находится очень широкая видимость, как мы называем сегодня, панорама представляла как она была на море. Если мы немножко отойдем назад во времени, то примерно за 15 лет до создания вот этого знаменитейшего вида Де Барбари была сделана вот эта панорама города, панорама такая как я видел путешественник приплывающей к Венеции, подплывающей к Венеции. Герард Рёвик, который создавал эту панораму это немецкий художник Герард Рёвик, который сделал целую серию панорамных изображений портов, через которые проезжал путешественник направляющийся в Святую Землю, направляющийся в сторону Иерусалима. Передременный Венеции в немецкий художник был венецкий художник изображающий Венеции он который состоит из Магонза, приезжает в Венеции, по вере на землю, и взлетает, чтобы идти в Санто Сеполькро. Но он не взлетает только. Он ведет с собой артистом. И артистом это Ревик, который мы думаем. Этот художник Ревик совершил свое путешествие с таким довольно высокопоставленным немецким клириком Вильгельмом фон Брайденбахом, который выехал из Мюнстера, доехал по земле до Венеции, и там уже сел на корабль, отправляющийся в сторону Святой Земли. И вот в это свое путешествие он взял с собой художника. Причем он взял с собой художника именно с той целью, с которой сейчас бы высокопоставленный человек за собой бы повез фотографа, чтобы задокументировать все этапы своего путешествия. На первом этапе этого прекрасного книга «Виага до Магонза и Венеция а Герусалемме» и просто dedicата на порт в Венеции. После чего была выпущена книга и первая иллюстрация этой чудесной книги это как раз порт в Венеции. «Си тратта ди una силография lungа, circa метро и меzzo, che inizia il volume. Il volume si conclude con una bellissima vedута ди Герусалема». Эта филография примерно полутора метров в длину и очень красивая, а заключительная иллюстрация книги это «Панорама Иерусалима». «Ги altre tavоле sono dedicate ai porti nei quali си è fermata la nave di von Breidenbach nel corso del suo viaggio». «А остальные иллюстрации это изображение тех портов, где останавливался корабль по дороге из Венеции в Иерусалим». Respecto alla immagine di Venezia del De Barbari voi vedete che la raffigurazione è completamente diversa. «И здесь вы видите, что вид города и представление о городе совершенно не похоже на то, которое мы видели в изображении Венеции de Barbari». «Что мы видим на этом замечательном изображении где разберем это?» «И кто ancora сегодня имеет стиль видение в Венеции расположенной напротив окрестностей площади San Marco и смотрят на нее через канон». «Е двое окрестностей – occidental и oriental – на пути – на пути с на пути на пути на на пути Святой Марты потому что там прямо на самом краю действительно стоит церковь расположенная церковь приход Святой Марты». «А справа в самой крайней точке тоже также называется край Святого Антонио». «Е мы имеем прекрасный великолепный 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 центр не может быть сан Марко, пляжа, церковь церковь в первом пляже Лукове. И мы таким образом видим изображение в центре которого неизбежно на Площаде Сан Марко, Святого Марко, колокольни и Палац Дукале дворцом Дуже Грибни. Все остальные здания и здания и здания и здания и здания и здания и здания сказали это великолепный фантастик то есть пляж из типа норд на профиле Венеция однако есть в этой панораме некоторая большая странность как вы видите на заднем плане такой горный пейзаж и вот эта часть гор часть пейзажа на протяжении многих лет а точнее столетий заставляла людей думать что это панорама фантастическое какого-то фантастическое придуманное место потому что она находится на фоне такого северного пейзажа Если смотрят с большим вниманием вы увидите что внутри Венеция все изоли все изоли которые занимают лагуна в цель но что стихи монтаны в стихи монтане в манере фантастике в манере в манере в манере то мы увидим что за собственно говоря изображением города мы увидим всю лагуну со всеми ее островами а за ней хоть и написанные в несколько такой свойственной немецким мастерам сказочной манере но очень точно повторяющие естественные ландшафты и естественные очертания предгори Альп и Альп которые на самом деле видны в особенно ясные дни если смотреть на север от Венеции Лучше об этом много брайденбах и Огент 문제 Эрад Ханнеллик это лето это сесси лято навали нави бахи траспортов но в этой зоне orientали здесь чуть с что ли это что Что еще мы видим очень занимала путешественника von Breidenbacher и его художника Георгер Таревика. Это морские производства. Мы видим изображение разнообразных кораблей, барж транспортных судов. И в восточной части города самое большое производство корабельное – это пенецанский арсенал. И тут мы должны заметить, что мы должны отметить, что мы должны отметить, что эти два первых известных изображения Венеции, изображения с высоты птичьего полета де Барбари и изображения от уровня глаз человека Георгер Таревика, определили сам этот жанр и на самом деле удачу этого жанра панорамного изображения города. В особенности это касается произведения Рювика, которые и правда являются в нашем смысле слова «панорама». Хотя слово «панорама» в то время когда Платон создавался еще и не было вовсе. Как Вы будете понимать в этом смысле, кстати, когда вы видели, «панорама» это слово, что наслаждает в конце древних изображений и первые годы, Как вы говорите, что вы более подробно говорите за? Как вы это можете увидеть на нашей выставке, панорама слова, которое появилось в конце 18 века, его придумал один английский художник, который как раз специализировался на создании таких панорамных изображений городов, которые не были просто видом с высоты птичьего полета или каким-то портретом города, пейзажем городским, а были именно изображены. С изображениями дающими 360 градусов охвата. Для этих изображений он и составил из двух греческих корней «пан» все, «рао» вижу, такое слово «панорама» вижу все. До создания этого слова использовались такие слова, как вид, и в русский язык, как художественный жанр прошло также слово «ведута», итальянское слово «perspectива», «портрет» или «образ». Хорошо. 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 ... Хорошо. Хорошо. Это птица из-80-40, из Лазаро Бастяни, который contemporaneен из Карпачо и других стартовых историй, представляет птиц, на ладони оптимали, в которой он видит Ровик. Мы видим, на спадах, на самом деле важность изображения города венецианских понимали всегда и понимали это не только как собственно для того чтобы изобразить город но и для изображения разных других вещей на его фоне как например мы можем увидеть здесь мы видим здесь на картине бастиане так созданный в 1480-х годах это такой современник карпатчо мы видим ту же самую площадь святого марка которая была в центре предыдущей панорамы но с перспективы обратной тому как ее видел то есть у нас базилика сан-марко находится за спиной а перед нами море и остров сан-джорджо qui vedете una pezzo di città che famosissimo palazzo ducale a sinistra la и здесь вы видите конечно Конечно, знаменитейшее место Венеции, площадь Сан-Марко. Мы видим с одной стороны дворец Дожей, настоящие врата Венеции, две колонны, которые венецианцы привезли из разграбленного имя Константинополя. И с другой стороны еще средневековое здание, которое впоследствии станет библиотекой Марчана, библиотека Святого Морка. И мы видим на предыдущей картине Бастиани, на фоне этой площади Святого Марка изображено некоторое историческое событие. А теперь мы видим на картине художника Розана, такого загадочного художника, эта картина хранится в Провансе, мы видим ту же самую площадь, на которой происходит бичевание Христа. То есть эта площадь, это изображение этого места стало настолько важным, что практически стало священным. И еще раз мы видим, что отмечений, в этом городе, в том числе, в Сан Марко, который были высшими, известны и даже не сантованы, и сантованы, по-разумению, по-разумению, изображения, как по-разумению, что ставшие очень известными, такими важными, такими ценными изображения венецианских улиц и площадей, в особенности площади Святого Марка, что в них помещаются рассказы о событиях, которые там, конечно же, не имели места, принадлежащих, например, библейской истории. На протяжении истории венецианских искусств мы увидим десятки примеров когда Венеция становится тем самым местом, изображается как тем самым местом, на фоне которого происходят различные события Ветхого и Нового Завета. Венеция 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 показать насколько Венеция удивительная, большая, мощная и не похожа ни на что другое в мире. Гранде активита, коммерциале, маритима, танты нави, танты баттелли, танты активита, танты мовименто ди мерчи, танты риккесса. Какие, с помощью чего художник достигает этой цели восхваления и прославления? Во-первых, с помощью очень подробного и делая большой акцент на описание, точнее, на рисование морского дела, множество кораблей, множество судов, множество товаров, огромное богатство. С другой стороны, в верхней части, как бы верхним слоем изображения, мы видим разнообразных святых и богарониц, которые, с неба, все смотрят на Венецию, Венецию благословляют и покровительствуют ее процветание, успеху, мощи, власти и древние. Но, во-вторых, церемонии и церемонии церемонии, есть также точная точка документальная церемония. И, во-вторых, вся эта цель была представлена в порядке, точной точке, точной точке, точной точке. А, с другой стороны, кроме вот этой цели прославления, конечно, у этого изображения есть цель документальная, зафиксировать город как он был, и мы видим, что это изображение исключительно точное, очень аккуратное и совершенно замечательное в своей документальной точности от края Святой Марты до края Святого Антонио. Далл'altro латто, dal punto di vista letterario, la città, qui siamo alla metà del Seicento, non è più potente, come era la città medievale e quella del Primo Rinascimento. Però, esiste una grande produzione letteraria in cui si esalta la potenza, la bellezza, la unicità, la perfezione del governo cittadino через демонстрацию философического и политического. А, с другой стороны, надо заметить, что это же произведение уже с 17 века, когда на самом деле Венеция уже далеко не так могущественна и не так процветающая, как она была в средние века и в начале эпохи Возрождения. Однако именно в это время в венецианской литературе, у нас есть богатая венецианская литература, говорящая о уникальности, невероятности, совершенно замечательности, а главное превосходстве Венеции, ее политического, государственного и социального устройства. С помощью множества философских тратата, литературного президента. Венеция 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 как совершенный город, как совершенная республика. И тут надо заметить, что уже за век до этой гравюры появился такой трактат, который назывался о Венеции благороднейшей и единственной в своем роде, то есть совершенной, который был первым путеводителем по Венеции для тогдашних туристов. И таким образом мы видим переход, собственно, значения Венеции от чисто коммерческой, да, удачи Венеции уже больше не только в торговле и богатство Венеции не только в торговле, а вот так начинается туристическая судьба Венеции. Венеция 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 имели огромный успех и разошлись по всему миру, также разошлись по всему миру изображения других городов, но успех в Венеции совершенно уникален, потому что действительно это город, который ни на что не похож, город стоящий на воде. Венеция 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 делает этот жанр жанром искусства массового, потому что в 18 веке кто, собственно говоря, приобретал себе такие ведутые в основном гравюры, но иногда и живописные. Это были в основном богатые англичане, а на протяжении 19 века уже довольно большая масса европейской буржуазии едет в Венецию, и все хотят себе в виде сувенира привезти её изображение. Изображение таким образом становится гораздо более фиксированное, это как бы то самое изображение Венеции, которое уже успешно, его качество снижается, но количество повышается в разы. Если раньше Венеция входила в большое путешествие отдельных и интеллектуальных, то теперь это удовольствие, каникулы любых представителей среднего класса. Но есть еще один элемент, который добавляется в последние годы, то есть, чтобы понимать, что разнообразить, что происходит с конкретными секциями, то есть, что происходит в процедуру оторизона. Но есть еще в изображении 19 века одна особенность, это стремление любовь 19 века к круговым панорамам, панорамам 360 градусов, которые показывают полный круг горизонта. И прогрессивно, также в этих продуктах, а также в этих продуктах, намного более увеличится, который будет наградываться в репрессендовании, с помощью клеивания, до того, чтобы создать настоящий бусин, который действительно включен в просьбе. И постепенно все эти туристические изображения, они имеют тенденцию увеличивать и увеличивать угол обзора до тех пор пока не осуществляется, не придумывается практически бараван, внутри которого помещается зритель. Но в этом году мы поговорим о том, что мы поговорим о том, что мы поговорим. Одновременно с этим появляются пароходы и вместо парусных суден или весельных суден, которые мы привыкли на изображениях Венеции на протяжении веков, изменяются корабли, появляются пароходы. Но прежде всего мы говорили, что венфатизировано и университет, в частности, в спецификах, в архитектуре венезия. И, в форме панерами каприциозных, веняты вместе с архитектурой более известной архитектурой венезии с другими панерами, которые, в которых венезированы почти все все дни монументарные, или многие дни более известные. Отоверенно, это какой-то политик, и им прощество, чтобы построить архитектурные хеологии. И одновременно с этим, поскольку у всех такого рода изображений целью всегда остаётся восхваление уникальности венецианской архитектуры, разных её образцов, мы видим всё больше и больше изображений и панорам Венеции, которые составляются из различных образцов венецианской архитектуры в полной независимости от того, как они располагаются на самом деле. То есть на одном изображении можно увидеть целую антологию венецианской архитектуры и естественно для художников, для мастеров это своего рода развлечение упихать в одну картинку множество лучших образцов. Опять, архитектуры и урбанисты принимают генератора и панорама, как в этом случае, как в инцисоре, который принимает идея уникального образцового 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 образца, и была inaugурата венецианской архитектуры в 1845, для того, чтобы приобрести феррористы, даже в изоле Сан-Георгио. Опять же, этот жанр панорама берут на вооружение урбанисты, которые используют его как фон для своих урбанистических проектов. Как, например, вот здесь мы видим панораму Венеции, на фоне которой довольно известный проект «Железные дороги». Железную дорогу в Венеции действительно построили через несколько лет после создания этого изображения, открыли ее в 1845 году. Однако здесь представлен проект «Как завести железную дорогу аж на остров Сан-Георгио». Опять же, вы видите этот маленький панорама, это реалистичный, который не видит больше Сан-Марко и его волто уфициально и монументально в Венеции, но в Венеции до северной дороге, с выходом на путь, на феррористы, в городе. Или, например, вот как на этой панораме, это как раз документальная панорама, она совершенно правдивая, но мы на ней видим не официальный вот этот вид Венеции, со стороны Бассейна Святого Марка, а вид Венеции с севера и, собственно, главное, что на ней изображено, это железнодорожный мост, который соединяет Венецию с большой землей. Венеция перестает быть островом, она теперь прикреплена к большой земле. Венеции с северной дороги, как в этом случае, в которой, всегда у некоторых индустриала Венеции, в Венеции, в Венеции, может быть более монументальной и более красивой городе, если вы построили, в основном, в Сан-Марко и Палазо Дукале, где вы видите, огромный домик, домик, с театрами, структура туристическая, сквозитаменте туристика, lungа 600 метри и, larга и профонда, почти 60 метри, которая полностью изменяла волну и иммагина. Или, например, как вот здесь мы видим такое предложение, как было бы прекрасно изменить лицо города, если построить прямо рядом с дворцом Дожей, его было видно в левой части, построить огромные здания гостиницы с театрами, ресторанами и так далее, 600 метров в длину и огромное количество в ширину, которая была полностью изменена в городе. Вот здесь мы видим другую часть того же самого проекта и мы видим, что панорама города в этом случае является инструментом, как бы с помощью ее, с помощью ее создавшие люди, создавшие проект, пытались убедить администрацию города в необходимости этой инвестиции, в необходимости такого строительства, которое, мы можем сейчас сказать, к счастью, не было таки предпринято. Однако, приходитollе измахи цикла территории, как она измахтанных Органных годов, в котором мы видим, главная страна, også перед Bonnie firmом, что цена цена, че измахтанных, стимахтанных области цитков и навредит области Проводителей, которые будут устроены в Венеции, в Стримово, И это сделано также на производстве инцидентов, которые адаптат на новой инвенции и используются и используются, и дико-либо, и дико-либо, и манжетная и туристическая область. В этом случае, и новое, и не в этом случае, и в этом случае, и в этом случае, То есть фотографии сальгут вверху, фотографов, и имя подсказывают, которые потом подсоединяют фотографии, что у них очень большие издательства. В этом случае, поскольку, в этом случае, она находится на площадке компании Сан-Марко, и с конкурентами и сан-Марко и, в прочем, на протяжении XIX века, особенно связано с эпохой романтизма, изображение города было очень востребовано. И мы знаем, это подтверждает также огромное количество литературной продукции. Бесконечное количество писателей приезжало в Венецию и делало в Венеции сценой событий своих книг, сюжетов своих книг. Также огромна, практически бесконечна продукция, собственно, книжной гравюры, изображающей город. И появляется новая техника, панорама города, сделанная сверху. Собственно, самая большая инновация – это появление воздушных шаров. На воздушном шаре фотограф поднимался, делал фотографии, и потом с этих фотографий мастера резали свои гравюры. Но в данном случае мы видим панораму, выполненную с колокольни Святого Марка, из, собственно, помещения колокольни Святого Марка. Мы видим здесь купола Сан Марко сверху и панораму всей восточной части города, в стороне сверху, еще и панорама. Существует в качестве Типа продаж, которые, как в основном, в понедушном виду принадлежатся художников, непосредственно, потому что это определяет многое и дополнительное качество. Программа во время артургии, но, для всех этих продуктов, 처� changed güzel, непосредственно, довольно длинное видение и вообще неизма. Венеция, как подозрали, до контастина с завтребой, И они имеют новую, обычную, в Венеции, в мета-страде между видом вверх и видом, которая привлекает воду, и уровень навигации, но они имеют огромное удовольствие. Это книжная продукция, эти иллюстрации, имеющие огромный успех. Они дают нам изображение, находящееся где-то посередине между взглядом сверху и взглядом на город с уровня смотрящего. Это некоторый новый угол зрения, который имеет огромный музей. Особенно французский мастер. В конце войны, даже через верхние градии, в конце отцовое, даже финансовое дело, бездокольное хор davon, в конце концовое время. Что за то? В конце концовое время. Выдокое время. Что за то, что, левая машина В конце XVIII века Счастливая судьба жанра панорама закончилась она, потому что панорама была замещена кинематографом. Кинематограф даёт возможность не только движения камеры и кругового обзора, но также даёт возможность и передачи движения. Поэтому сразу же с самого начала развития нового вида искусства Венеция стала важной декорацией для рассказа разных историй и сюжетов. Но надо сказать, что вообще в самом начале еще братья Линьер отправили в Венецию своих операций для того, чтобы те засняли панорамы города. Панорамы Венеции и на выставке вы можете увидеть маленький фрагмент из Ознитова еще в XIX веке. Но не все артисты с арендом. Например, этот артист, который называется Албанелло, который в 7 огромные, огромные, огромные таборы, в том числе 7 метров, 8 метров, ази плюс 10 метров, и очень больших декораций, создавал миру, в Венеции, все diseнавал своего киней из-за великих табора. Это то, что постоянно выполняет большую традицию, но, evidentemente, он делает просто при желании с композицией и свой желанием для его создания. Так что, я здесь остановлюсь, потому что закончу с панорамами. Однако, надо сказать, что не все художники сдаются. И здесь вот мы видим произведение тушью, нарисованное художником Альбанелло, который создал вот это десятиметровое панорамное изображение Венеции, всё нарисованное тушью, кистью и тушью. Но это уже целью создания которого уже было чистое удовольствие рисовать и создавать этот панорам. И здесь надо остановиться, потому что жанр закончился.